Спортивный марафон продолжается. Трудовые коллективы Славянска на Кубани борются за звание самого спортивного в городе. В этот раз они приняли участие в соревнованиях по настольному теннису. Спартакеада трудовых коллективов под девизом «За единую здоровую Кубань» стала уже традиционной. Проводится она в нашем городе более 15 лет. В ней принимают участие не профессиональные спортсмены, а работники городских учреждений и организаций самых разных возрастов и профессий. Главное, что их объединяет – это любовь к спорту. А еще такое неформальное общение сплачивает коллектив. Для коллектива я считаю, что эти соревнования дают именно сплочение, возможность пообщаться в неформальной обстановке, узнать друг друга лучше. Ну и, конечно же, в первую очередь, это привлечение к спортивной жизни города, потому что мы команда молодая в данной спартакеаде. Но уверена, что нас ждут впереди победы. И несмотря на то, что мы участвуем только женским составом, потому что коллектив у нас в основном женский. Надеемся на призовые места. Спартакеаду трудящихся проводит городской отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту. В этот раз организаторы провели для участников соревнования по настольному теннису. Проходили они в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы «Юность». В них приняли участие 10 мужских и 7 женских команд. Я представляю, мы представляем команду КубГУ, филиал Славянский на Кубани. У нас представлена и женская, и мужская команда. Мы участвуем во всех видах спартакеада, мы стараемся все виды закрывать. Мало того, в прошлом году нам удалось занять первое место. Это такой удивительный, можно сказать, результат. Вообще замечательно, что в нашем районе проводят так много спартакеад, и в том числе спартакеад трудящихся. И вот мы собираемся по субботам, мы уже все друг друга знаем, можно сказать, дружим, это одна семья. Поэтому я считаю, что это очень интересное, нужное мероприятие. И мы стараемся, чтобы наши сотрудники, как можно большее количество, принимало участие в этих соревнованиях, потому что мы за здоровый образ жизни. По итогам всех игр места в турнирной таблице распределились следующим образом. Среди женских команд первое место завоевала команда «Россити Кубань» Славянские электрические сети. Второе – команда филиала КубГУ в городе Славянске-на-Кубани. Третье – команда Славянского сельскохозяйственного техникума. В номинации «Лучший участник соревнований» среди женщин победу одержала Янина Борисенко, участница команды «Россити Кубань». Среди мужских команд первое место завоевала команда «Магнит». Второе место – команда «Россити Кубань» Славянские электрические сети. Третье – команда «Краснодарнефтегаз». В номинации «Лучший участник соревнований» победу одержал Михаил Быков, участник команды «Магнит». Команды победителей и участники были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.